А помните, Великий Кормча еще недавно заявлял, принудительной вакцинации не будет, это недопустимо. Случилось оно, я напомню, 26 мая, а всего через 20 дней, 16 июня, мы с вами дружно узнали, что началось. Пока в обязательном порядке, хотят прививать Москву и Московскую область, но что-то мне подсказывает, двумя этими регионами ребятишки не ограничатся. Подождите, что-то я не догоняю. Это что ж такое получается, царь нас обманул, никогда такого не было, и вот опять, он же хозяин своему слову, слово дал, слово взял. Хотя вот сейчас начинает складываться у меня в голове данный пазл, точно, он же. Владимир Владимирович, в смысле 16-го не в России был, а с Байденом встречался в Жене, а в Женеве, поэтому скорее всего. Человек просто не знает о случившемся, нехороший Собянин и подлый Воробьев у дедушки за спиной играют какую-то свою игру, а главнюк, ни сном, ни духом. Но правильно, замуровали демоны деда в бункере, отрезали от реальной информационной картины в стране, отжиж, негодяи. Уверен, вы поняли, это сарказм сейчас был, поскольку нужно быть полным идиотом, чтобы поверить, что дела обстоят именно так. Ну это же бред. Просто нас с вами в очередной раз, ну вы поняли, а великий геополитик еще раз продемонстрировал его слово не более чем пустой звук. Человек, который тут помню, там не помню, как барышня, с не очень высокой социальной ответственностью, если я тебя не запомнила, значит ничего не было. Начинаем. Удивляюсь я, конечно, и русскому Ване, который просто обожает наступать на однижние и те же грабли, да че там наступать. Складывается ощущение, что подавляющее большинство наших соотечественников исключительно вокруг граблей ходить предпочитают. Простой пример. Давайте вспомним 2018 год, когда в Кремле носились с пресловутой пенсионной реформой. Как тогда отвлекали внимание Иванушек, да, футбик для них устроили. И пока народ, значит, пялился в ящики или пытался попасть на стадионы, чтобы посмотреть, как 22 миллионера гоняют по полю шарик, у него украли 5 лет жизни. Что происходит сегодня? Ведь не так много времени прошло тот же июнь за окном. Еще свежи в памяти воспоминания о прошлой подлости со стороны тех, кого мы ошибочно называем государством. Это самое государство затеяло очередную аферу теперь вот с принудительной вакцинацией. А что Ваня? А Ваня опять футбик смотрит и нет ему никакого дела до происходящего. Радость российских болельщиков выплескивается со стадионы на улице города. Первый гол и первая победа. Ага. А потом, как в 18-м, начнем растерянно удивляться. Ой, как же так получилось. А где я-то был? Когда они все это мутили. Да там же вокруг граблей гулял. Игры с кость, которую бросили тебе проходимцы, это реальная журналистика о грустном опять сегодня. Поехали. К слову, про футбик не зря вспомнил. Для наших чиновников, потому что крупные спортивные состязания это какой-то магнит что ли. Футбол, олимпийские игры. Все самые омерзительные гадости они предпочитают совершать именно в такие моменты. Может действительно у болельщика мозг перестает работать во время зрелищных мероприятий. Но серьезно угарнул в этот раз. Попытайтесь проанализировать, например, отдельно взятого Собянина. В течение одного дня человек принимает два диаметрально противоположных решения. Первое, друзья. А в Москве бушует страшный коронавирус. Количество заболевших растет в геометрической прогрессии. Поэтому объявляем самоизоляцию до 20-го. Чтобы никто носа из дома не высовывал без необходимости. Водит кучу ограничений на посещение торговых центров, кафе, ресторанов и так далее. И в этот же день разрешает ходить болельщикам на футбол. Идите, ребята, без проблем. Вирус же дюжи боится. Орущих мужиков с разрисованными мордами. Где тут логика? Объясните мне тупому. Ага. А еще через пару дней упыри начинают говорить, что ситуация-то аховая. И спасти ее может только принудительная вакцинация. Вот это поворот. То есть сначала эти господа сделали все, чтобы люди начали массово заболевать. А теперь, значит, фраер сдал назад. Крайних ищут. Постсоветский человек уверен, что его жизнь касается только его и никого больше. Это же моя квартира, мой балкон, моя жизнь. Да нет. Это и мой дом, и мой город, и моя жизнь. И жизнь моих близких. И то, что ты не сделал прививку, может привести к тому, что заболеет кто-то из моих близких. Из моих родных. С другой стороны, меня, вы знаете, терзают смутные сомнения по поводу вот этого резкого скачка числа зараженных. Я вообще уверен, что эта история тупо срежиссирована. Ну, не хочет народ вакцинироваться. Вот и начали крутить цифры статистики. А почему не хочет-то? Не задумывались. Может быть, потому что вы постоянно врете людям с вакцинами этими. Какая-то наимутнейшая история. Как кролика из шляпы в определенный момент достали. Опа! А у нас первая в мире вакцина. А вот и вторая. А вот и третья. И четвертая. Причем ни одна. И все еще. Нигде не зарегистрирована. По сути, они являются экспериментальными. Зато крику из каждого утюга. Идите ширяться. И, кстати, почему людям не дают выбора? Почему не предлагают иностранные вакцину? Ну, вот тоже как вариант. Не менее мутная история с прививкой Голунюку. Сначала он долго от нее отмахивался. Помните? Потом сказал, ладно, уколюсь, но не публично. Чем он там кололся и кололся ли, доподлинно неизвестно. Мы об этом в курсах только с его слов и со слов балаболки Пескова. Но, возвращаясь к началу сегодняшней программы, у меня, вы знаете, доверия к заявлениям Кормчева уже нет. Сегодня он говорит, да, я проявился. А где гарантия, что завтра не скажет, что пошутил? Вот смотрите, что происходит в европейских странах. Он в Португалии в очередной раз повышает пенсионный возраст. На этот раз до 66 лет. И в большинстве европейских стран нет разницы по срокам выхода на пенсию для мужчин и для женщин. Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. И потом у меня еще вот какой вопрос к этим гражданам. Прошу прощения за слово к этим. К ядросам, к их халуям пропагандистам, к Владимиру Владимировичу, наконец. Смотрите, какая штука получается. На протяжении 21 года на каждых выборах товарищи нам рассказывают, что их поддерживает какое-то невероятное количество людей. 70-80%. Каждый соцопрос их гнилого Росстата говорит о том же. Мол, царю безоговорочно доверяет почти вся страна. В 18-м 53 миллиона голосов Памфилова нарисовала президенту мира. Политику партии и правительства с их же слов. Тоже одобряет 9 человек из 10. Вот сейчас очередная избирательная кампания. Они опять нам лапшу на уши вешают. Почему тогда привились-то по их просьбе только 8 или 9 миллионов человек? В чем проблема убедить население пройти вакцинацию с таким-то уровнем доверия? Или они нам опять гонят? Хотя, вы знаете, я все-таки нашел в этом и положительный момент. Дослушайте до конца и все поймете. Чисто формально, юридически, они ведь не граждан обязали прививаться. То есть, не напрямую граждан. Они опять пошли путем обмана и навесили это требование на чужие плечи на работодателей. Мол, вы обязаны вакцинировать своих сотрудников, если не вакцинируете штраф, и там целая линейка штрафов, от 30 тысяч до 1 миллиона, совсем непослушным работодателям грозят запретом на работу организации? Для индивидуальных предпринимателей составит 50 тысяч рублей, для организаций до 300 тысяч рублей. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 миллиона рублей, либо при остановке работы почти на 3 месяца. Но у меня, тем не менее, возникло встречное предложение к предпринимателям, именно к коммерсантам обращаюсь, потому что руководители госструктуры не все бессовестные. Типа Симоньян и прочих, понимаю, что вы боитесь потерять бизнес или там проблем с бизнесом не хотите, но понимаю и другое. Многие из вас честные и порядочные люди и не горят желанием принимать участие в преступлении. Ну а то, что заставить человека уколоться против его желания под угрозой увольнения это преступление, к гадалке не ходи. Да, именно поэтому чинуши переложили ответственность себя на вас. Ну так и оформите своих сотрудников как самозанятых, пусть работают по договорам подрядов. Коммерсанту не придется брать грех на душу, это во-первых. А во-вторых и работодатели, их сотрудники от такого решения лишь выиграют хотя бы в плане налогообложения. Сегодня ведь бизнесмен платит за каждого работягу 13%, верно, плюс отчисления. Во небюджетные фонды и того порядка 40%, а есть сотрудник в статусе самозанятого от 4 до 6% и все. Но самое главное, раз о пользе заговорили, это уже в-третьих, данное решение поможет наконец сформировать в нашей стране нормальное гражданское общество. Это ведь то, о чем и я, и мои коллеги говорили. Почему? А дело в том, что как только человек начнет платить налоги самостоятельно, он начнет понимать, сколько именно он отдает государству. Это сейчас какой-то дядя за него башляет, поэтому бюджетные деньги для многих, деньги Путина, Мишустина, Медведева, Сечина. А вот когда гражданин начнет платить в бюджет сам напрямую, все эти глупости из головы вылетят, и люди пойдут задавать правильные вопросы. Стоять Казбек. Я лично миллион налогов в прошлом году в казну перечислил, где детская площадка у нас во дворе. На что потратили мои деньги, за что Соловьев получает десятки миллионов. С какой радостью у мэра появилось энное количество новых квартир, и это в общем неплохо. А вы что думаете? Все. Это была реальная журналистика, переваривайте лайки, репосты приветствуются на канал, подписаться не забудьте. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.